КОСМОЛОТ! ГАРТУЙМО ПЕРЕМОГУ! А вот у меня, возможно, такой вопрос простой, может и наивный где-то. Вот это 11 сентября, оно на самом деле в Украине происходит, если не каждый день, то через день. И американцы, поделившие этот мир на до и после, начали бороться с террором и прочее, прочее. Мы все знаем о последующих событиях, которые происходили. Но вот сейчас бороться с террором как-то не сильно то ли выгодно, то ли интересно, потому что признать Россию спонсором терроризма не признают. Он не спешит видеть геноцида в Украине. Вот канцлер Австрии, допустим, говорит, что покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения, но это нужно для обеспечения энергобезопасности страны. Получается, выходит, у террора есть цена. И самое обидное, знаете, что человечество стоит действительно на пороге вот великих открытий, искусственный интеллект, освоения космоса, а решить вот эти проблемы не в состоянии. Поэтому, мне кажется, мы все-таки свидетели не великих открытий, а в великой деградации. Вы знаете, это, да, безусловно, такое вот резкое осуждение, великая деградация. Оно, может быть, и напрашивается, но я не уверен в том, что оно адекватно отражает те очень сложные процессы, которые носят зачастую встречный характер. Есть и великое развитие, оно связано действительно с, ну смотрите, сейчас уже и лунная программа существует уже у целого ряда стран, в том числе и Индии. И, кстати, это очень важно, что именно Индия сейчас лунную программу реализует. Но я вернусь к самому главному, тому, о чем вы начали разговор. Действительно, Россия сейчас террорист номер один. И если Соединенные Штаты Америки после 11 сентября 2001 года начали войну с терроризмом, и это действительно поделило историю этой страны США и в целом историю человечества на до и после, то, понимаете, тогда все-таки угроза была непосредственно над Соединенными Штатами Америки. Они почувствовали угрозу себе. А здесь все-таки угроза не им, а угроза Украине. И поэтому, в общем, отношение несколько иное. Вообще, в целом, вот когда сравнивают даже эту войну со Второй мировой, то здесь напрашивается первое отличие, бросается в глаза первое отличие. Это то, что, ну там вот антигитлеровская коалиция, она состояла из стран, которые в том числе непосредственно воевали с Гитлером. И их было много, этих стран, которые непосредственно объявляли войну Гитлера и воевали с Гитлером. Это и страны Запада, и Советский Союз, европейские страны, Соединенные Штаты Америки и так далее, и Британия. А здесь воюет одна Украина, а все остальные как-то вот за ее спиной стоят и помогают. Да, безусловно, помогают и крепко помогают, но сами не воюют. В этом принципиальное различие. То есть вот в том наборе каких-то фактов, которые вы привели, каждый факт имеет свое объяснение. Вы говорите об Австрии, ну это вообще троянский конь в европейском сообществе. Это откровенно мафиозная страна с нацистским лидером, с Виктором Морбаном. И в принципе, так сказать, в этой стране уже немного осталось европейского. Так что это вот троянский конь в европейском сообществе, в Венгрии. Поэтому здесь вот отдельно надо говорить. Есть, например, такой огромный тоже троянский конь внутри европейской цивилизации сегодня. Это Ватикан, который в значительной степени уже, почему вот сейчас тоже постоянно удивляются люди о том, что что-то Папа Римский как-то странно себя ведет. Оно себя ведет очень понятно, потому что основное за последние годы центр тяжести католической церкви сместился в сторону Латинской Америки и частично Африки. То есть более 40% католиков сегодня проживают в странах Латинской Америки. Самая крупная католическая страна – это Бразилия. Африка догоняет Европу уже по численности католиков. То есть в Европе всего 20 с небольшим процентов католиков. И Папа Римский идет вслед за своей паствой. Это уже не Европа. То есть это троянский конь в известной степени Латинской Америки и Африки внутри Европы. То есть вот такие вот процессы происходят в мире. И на самом деле вот это вот глобальный юг или глубинное человечество, оно все больше и больше заявляет о своем желании участвовать в обустройстве планеты. Мы видим эти процессы. Они серьезно влияют в том числе и на отношение к этой войне. Потому что вот эти вот, так сказать, чем отличается вот этот глобальный юг и глубинное человечество? А тем, что им наплевать на права человека. И поэтому то, что происходит в Украине, для них какая-то далекая история, которая на самом деле вот можно просто... Они к этому относятся как к войне остроконечников с тупоконечниками. И не важно, кто там победил, им все равно. Они говорят, ну вы давайте там уже миритесь как-нибудь. Отдайте там эти территории, Крым, Донбасс и так далее. Какая разница, кому они принадлежат? То есть это вот все процессы, на фоне которых происходит эта война. И ну здесь что можно сказать? Можно говорить только о том, что на сегодняшний момент на фоне этой войны все-таки, несмотря ни на что, происходит консолидация евроатлантической цивилизации. Она на сегодняшний момент противостоит вот этому глобальному югу, этому глубинному человечеству, которому совершенно все равно, что происходит в Украине. А все-таки западная цивилизация, она выступает на стороне Украины. Ну иначе бы не было бы этих поставок оружия. Да, не так быстро, не так много, как хотелось бы. Но, в общем-то, все-таки поставки оружия, они в значительной степени, они, в общем-то, создают возможность для успешного украинского наступления. Есть другая сторона вопроса. Вот сейчас, в ближайшие дни, Путин встретился с Ким Чен Ином, который едет на своем бронепоезде в Владивосток. И там будет встреча. И 100% не надо быть Вангой или Нострадамусом для того, чтобы предсказать, что будет поставка северокорейского оружия. Будут поставки снарядов и ракет северокорейских. Да, это не западное оружие, но оно способно убивать. А на самом деле, чего уж тут говорить, это же практически создание вот такого боевого треугольника против Украины. Китай, Северная Корея и Россия. Потому что оружие будет, несомненно, поставлять и Китай, используя в качестве прокладки Северную Корею. Поэтому вот сегодняшнее мироустройство – это такой многожильный кабель, в котором процессы идут в разные, иногда противоположные стороны. И Украина находится в центре всех этих процессов. Поэтому, безусловно, вот такой легкой победы не получается. И у России есть ресурсы. Так что вот это сегодняшний современный мир, который стоит на пороге действительно очень каких-то серьезных перемен. И вот то упрощенное понимание, что вот война закончится и будет счастливый мир, этого не будет. Мир будет очень сложный. И у меня есть сильное подозрение, что человечеству не удастся создать новую систему, единую систему мировой безопасности вместо ООН. У меня есть сильное подозрение, что вообще никакой единой системы мировой безопасности не будет после этой войны. Потому что ООН не в состоянии эти функции выполнять, а ничего нового вместо ООН единого создать не удастся. Потому что на сегодняшний момент противостояние вот этих вот сил, уже заявивших о себе сил глобального юга или глубинного человечества, они не готовы принять, так сказать, руководящую роль евроатлантической цивилизации. Все время белого человека закончилось. Времена Киплинга и утопия Фукуямы, они либо ушли в прошлое, либо оказались несостоятельны. Поэтому мы на пороге очень сложного мира, который на самом деле предстанет во всей своей сложности после войны. Ну а пока главная задача, это, конечно, освободить Украину от оккупации и завершить эту войну. Поэтому вот давайте разобьем эту проблему на части. А что касается борьбы с терроризмом, то это, я думаю, что общая задача, но следующая страница истории. На самом деле, задавая вопрос, я примерно так же размышлял, что вот что-то не извлекает человечество никаких уроков из тех ошибок, которые оно произвело. И, в принципе, сейчас кризисное время для всех, но в моменты кризиса можно было бы себя проявить. Это я вот сейчас про ООН говорю и про вот это громкие слова о том, что человечество учится на своих ошибках. По итогу, получается, если вот опираясь на вашу мысль, что ничего какого-то единого не будет организма, выходит, человечество не учится на своих ошибках и ждет нас нерадужное будущее? Ну, такого никогда не было, чтобы человечество училось на своих ошибках. История – это не школа, история в данном случае – это не учитель. Вот, этого не было никогда. Другое дело, что, то есть, знаете, есть такое выражение гегелевское «хитрость разума», когда каждый участник политического или экономического процесса что-то предполагает, а в результате получается нечто совершенно другое. То есть, и в данном случае так. То есть, есть отдельные субъекты политические, которые пытаются достичь своих интересов, в результате происходит что-то, что не соответствует интересам никому. Так сплетается ткань истории. Поэтому, вот, говорить о том, что там человечество учится, нет, никто ничему не учится. Люди живут, достигают своих целей, строят свои планы. И в данном случае речь идет о том, чтобы, ну, просто хорошо понимать, что происходит, не строить каких-то иллюзий. Вот, иллюзий не надо строить в отношении организации объединенных наций. Союзником, реальным союзником Украины является Запад. Это очевидно. НАТО – это союзник. Да, своеобразный. Да, безусловно, союзник, который не очень хорошо иногда понимает, что такое Россия, что такое Украина. Но, тем не менее, в целом твердо стоит на стороне Украины в этой войне. И твердо стоит против России. Это очевидно. Несмотря на то, что там есть какие-то колебания, есть бюрократы, которые пытаются сказать, что давайте мир в обмен на территории. Есть Венгрия, безусловно, это вот троянский конь. Но, тем не менее, Венгрия все-таки голосует, так как, значит, в целом в Организации объединенных наций голосуют в соответствии со своими сторонниками в НАТО. И есть, еще раз говорю, Ватикан, сложная конструкция, которая сейчас имеет центр тяжести уже не в Европе, опора вернее. Так что сложный мир. Никто же не говорит, что он упрощается. Он усложняется на самом деле. Но в целом, я еще раз подчеркиваю, все-таки на сегодняшний момент у Украины есть надежный, достаточно надежный, несмотря ни на что, партнер. Это НАТО, это Запад. И будущее Украины, у меня нет в этом ни малейшего сомнения, будущее Украины – это интеграция в Европейский Союз, в Европейское сообщество, в НАТО. И, ну, здесь, ну, тоже, тоже я бы не стал упрощать. Это не, НАТО – это не богодельно, и Европейский Союз – это не богодельно, где все будут заботиться и, что называется, обслуживать и создавать уют и комфорт. Нет, это сложная конструкция, и Украине предстоит пройти огромный путь в том, чтобы найти себя в этой конструкции. Потому что до того, до этой войны, Украина была такой, ну, что называется, вещи в себе. То есть, в общем-то, она, в основном, исходила из того, чтобы к ней никто не приставал. Вот, а так, моя хата с краю. А сегодня роль Украины стала неизмеримо выше по сравнению с довоенным временем. И Украине придется создавать полноценную внешнюю политику. Потому что Украины не было, например, вообще, в принципе, китайского направления. Насколько я понимаю, и посла-то в Китае не было полноценного. И нужно создавать и китайское направление во внешней политике, и африканское направление во внешней политике. И это огромные задачи. То есть, на сегодняшний момент, вот, война, это не только вызов народу Украины, вот такой экзистенциальный, который поставил народ Украины, украинское государство на грани уничтожения. Это еще и вызов украинскому государству в плане его, так сказать, изменения, кардинальные изменения его роли на международной арене. Эта роль становится на несколько порядков большей. Вот это совершенно очевидно уже. То есть, после войны Украина будет иметь, играть значительно большую роль в международной политике, чем до этого. И это, конечно, потребует, и уже требует от Украины серьезных усилий в плане осознания себя как одного из ведущих игроков на мировой арене. Услышал ваш ответ. Ну вот, хотел бы вернуться к таким вот конспирологическим вещам, поскольку мы в предыдущем эфире с вами пришли к выводу, что нужно стоять на страже этих конспирологических теорий. Наши зрители смотрят их, слышат их, их невозможно не услышать. Вот Савик Шустер, например, говорит, что Путин умрет до конца 2023 года. Некая коалиция врачей поставила ему диагноз, имеется в виду Путину, и очень была удивлена, что он все еще жив, он вообще уже должен был как бы коньки отбросить. Но все-таки жив. Я как бы не очень, ну, как журналист, я не могу высказывать свое мнение, но мне кажется, общество не нужно раздергивать лишний раз. А если уж и есть прецедент, то все-таки ссылаться на эту коалицию, чтобы посмотреть, а что это за коалиция, откуда она взялась и кто в ней там числится. Ну, в общем-то, вот такая вот есть теория. Кстати, интересные снимки я вот загуглил в Google Trends по запросу «Путин умер». Вот давайте сейчас покажем нашим зрителям, какая статистика, как интересовались украинские граждане на протяжении пяти лет этим запросом. Мы видим, что самый пик припал на 22-й год, с 29 мая по 4 июня. А следующий график тоже за пять лет, но он показывает динамику вот этого запроса, которым интересовались люди, именно в России. То есть видим, что в России интерес к этой теме намного чаще поднимался, и прям вот видим даже стабильность в этих пиках. Вы знаете, ну, что касается очень странного, для меня вообще загадочно. Вроде бы Савик Шустер такой солидный человек, с репутацией вроде как. Вероятность того, что Савик Шустер там сидел под столом, когда эта некая коалиция врачей устраивала консилиум и рассказывала Путину, что он умрет в ближайшее время, ну, я такую версию отметаю как маловероятную. Не думаю, что Савик Шустер находился в этом помещении. Не думаю, что Савику Шустеру об этом сказал Путин. Не думаю, что Савику Шустеру сказал кто-нибудь из реальной коалиции врачей. Ну, такое может быть, но тогда возникает вопрос, насколько это достоверно. То есть вот все это вызывает огромные вопросы. Значит, что касается того, умрет Путин или нет, ну, вполне возможно. Я и насчет себя тоже не уверен, что я доживу до следующего года. Вот. Я старше Путина на полтора года, поэтому, черт его знает, всякое может случиться. Но мы вам желаем только здоровья крепкого. Я и себе тоже, спасибо большое, я себе тоже желаю здоровья. Но, понимаете, по поводу того, что Путин умрет, я это слышу уже несколько лет. Наверное, лет 10. Особенно у нас есть такой профессор Соловей, который с интервалом в неделю обычно сообщает, что у него тоже есть достоверная информация, что Путин в следующем месяце умрет, и вместо Путина станет там, ну, дальше следует какой-нибудь очередной человек. Потом этого ничего не происходит. И, значит, дальше, да, вот он его закопал, этого Путина, вот, потом на утро откопал, и опять к вечеру начинает его хоронить. То есть это такое постоянное, такое кладбищенское занятие, постоянные похороны Путина. На это можно было бы не обращать внимания, но это не безобидная история. Почему? Потому что, понимаете, если вбрасывается в общество такая информация, что Путин в ближайшее время умрет, то тогда вообще ничего делать не надо. Это же такая, это обезоруживающая информация, потому что, ну, согласитесь, если мы с вами поняли, что Путин умрет, и поверили в это, то это означает, что мы понимаем, что война закончится, потому что любой, кто придет на место Путина, кто бы он ни был, он войну прекратит, потому что, на самом деле, она самоубийственна для России. И очень легко свалить на покойника все грехи и сказать, ну, это он во всем виноват, а теперь давайте снимать с нас санкции, мы больше воевать не будем, войска выведем, и проблем нет никаких. Значит, то есть, это такая вот информация небезобидная. Она лишает людей мобилизации, не надо работать, не надо воевать, ничего не надо делать. Путин же умрет скоро. Вот, поэтому это такая вредная история. Она, безусловно, постоянно выбрасывается для раскрутки, потому что это какая-то сенсация. Вот, тем более, когда это исходит не от профессора Соловья, например, от Савика Шустера, от которого, ну, вроде такой вот информации не ждали. Но это, я не знаю, зачем он это делает. Может быть, для того, чтобы, так сказать, обратить на себя внимание, может быть, ему скучно стало. Последнее время как-то не находится он в центре событий. Вот, но информация, я считаю, что конспирология такого рода – это вредное дело. Просто вредное. Вообще любая конспирология – это вредное дело. Вот, все-таки, как бы, ну, как любое вранье, это не безобидно. Поэтому я думаю, что к этому надо относиться спокойно и не принимать этого внимания. А то, что умрет, может умереть, а может не умереть. Это, знаете, как с динозавром. Может, встретишь на улице, а может, не встретишь. 50 на 50. Вот мне, кстати, подсказывают, тоже нужно проверить еще эту информацию насчет Шустера, потому что, возможно, это вот Соловей говорил эту информацию, а Шустер ее пересказывал. Да. Но сам факт того, что мы это обсудили и расставили точки над «и», уже, в принципе, хорошо. Такой вопрос. Китайская оперная певица, пропиарившаяся на развалинах, оккупированном Мариуполе, продолжает она, продолжает вот это все делать и пробивать дно в интервью. Она заявила, что украинские нацисты убивают детей Донбасса. Много вопросов вообще возникло, когда я увидел эти кадры. Что вообще эта делегация, как она пересекла границу украинской территории? И что тут как бы Китай? Он говорит, мы за территориальную целостность, с другой стороны, мы видим эти делегации. Очень странное явление. Вы знаете, ну, что касается Китая, то все-таки он сегодня пытается оседлать вот это вот глобальное движение, глобальное движение такого глубинного человечества к своей субъектности. И поэтому, в общем-то, он пытается и поддерживать Россию в то же время, и в военном отношении ее поддерживать, и в политическом, ну и вот в таком гражданском тоже. То есть, ну, всегда же китайские руководители могут сказать, что это не мы, это же не официальная государственная делегация. Это вот частное дело этой певицы, что она туда поехала. Но в целом, я думаю, что Китай, безусловно, это союзник России. Один из главных. Китай, Северная Корея, Иран – это все союзники России. Именно это, мне кажется, важно твердо тоже понимать и не строить никаких иллюзий. Игорь Александрович, большое спасибо вам за этот разговор. Как всегда, очень приятно и информативно. Буду ждать следующих наших бесед на нашем канале. Спасибо большое вам. Спасибо, что пригласили. Удачи вам. Всего вам доброго. Спасибо. Это взаимно. До свидания. Игорь Яковенко, російський опозиционный журналіст, долучался до нашего эфира. Спасибо.